Вот это паспорт гражданина Российской Федерации, который не вызывает сомнений в своей легитимности. А это Государственная Дума, вызывающая большие сомнения. Тем не менее, депутаты этой Думы сегодня решили собраться для того, чтобы запретить собрание гражданам. Вы знаете, что запрещено сегодня проведение? Нет. Меня Медор не пригласил сюда. Да, пикет разрешен, я пора не слышу. Пикет разрешен, да. Никак не сенсорим, а не пикет. Будьте добры, прекратите свои противоправные действия. Да не надо мне это показывать. Нет, я не приглашу. Пока я не арестую, не прекращу. Позор! 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 Жудь лову на славянской истории! Принимаемый сегодня закон о митингах подразумевает ужесточение ответственности за участие в несанкционированных акциях. Пока что она административная и предполагает штраф в одну тысячу рублей. Новый же закон угрожает буквально разорить граждан и партии, обложив провинившихся штрафом от 20 до 300 тысяч рублей для частных лиц и до полутора миллионов для партий. Гражданам такое намерение Госдумы не нравится. Они уверены, что заказ по принятию данного закона исходит непосредственно из Кремля, а вороватые ядросы примут любой текст, спущенный из путинской администрации. Скажите, пожалуйста, чем вам не нравится закон, который собирается принять Государственная Дума? А мне 95% законов не нравится, которые принимает эта сраная Государственная Дума. А почему? Да потому что Дума, она вся представляет из себя большинство Единой России. Единая Россия – это партия жуликов и воров. Разве она может что-нибудь хорошего для народа принять? Ну как, для того, чтобы не собирались какие-нибудь люди, которые мутят воду в стране? Правильно, всех людей в мордовские лагеря – это идеальная форма правления Путина. Вот я так считаю. И все к тому идет. Именно поэтому вы сюда пришли? Да, и поэтому я сюда пришел. Потому что Путин ведет страну к гражданской войне. Мне очень хотелось бы Путину сказать. Вот он, его дочки, которых он прячет, они живут в странах с развитой демократией. Почему он их не отошлет в Северную Корею? Ну, пожалуйста, пусть. Я хочу, чтобы моя дочь жила тоже в такой же свободной стране. То есть в Германии чтобы жила? Почему? Она сама, когда я ей… Вы знаете, был момент, когда вот до вот этих событий, когда мы уже стали выходить и так далее, я ей говорила, она прекрасно знает английский все, я ей говорю, при первой же возможности сваливай отсюда. Она мне сказала замечательную фразу. А почему я должна свою родину оставить им? Я считаю, что это ключевая фраза, правда? В самый разгар одиночного пикета появился провокатор. Ну давай, все счастливо. Будете, будем голосовать? Ну а как? Вы же голосовали? Все, теперь вы хотите. В листовку хотите? А я уже имею такое. Я же не отказываюсь от листовки. Что ж такое нам учинили за праздник? Простите, это одиночный пикет. А это что такое? Ну смотрите, вот беспорядок. Что вы делаете? Берите руки. Ну-ка, вы кто такое? На каком основании? Одиночный пикет. Разгоняй. Еще один. Вы как говорите? Это нас не имеет отношения. Подожди. Нет, это другого человека. Да. Нет. Вы не имеете права. Нет, вы не имеете права. Одиночный пикет. Не требует согласования. Второе, это ваш провокатор. Он с нами не имеет отношения. Так, где? Не было веков второго. Не было веков второго. Он никак не стоит. Где? Где стоит? Депутат Воздомы будут людей наказывать не за реальное прегрешение, правонарушение, а за то полицейское вранье, которое суды будут штамповать и людей штрафовать этими безумными штрафами, либо отправлять на рабский принудительный труд. Вот что сейчас принимает Государственная Дума. Вот этот вот закон о поправке к митингу и демонстрации. Таких законов не было никогда в истории. Даже в фашистских государствах разрешалось собираться больше пяти человек в Германии. Поэтому вот мы сегодня и говорим о том, что сейчас нас идет с полным входом строительство фашистского государства в России. Называет... Шиляев, фамилия ему Шиляев. По закону одиночный пикет не требует согласований. Но, как правило, к пикету тут же присоединяется провокатор. И одиночный пикетчик перестает быть таковым. Вот вам и повод для задержаний. Типичная тактика спецслужб. Путин, лыжи, Багадан. Путин, лыжи, Багадан. Путин, лыжи, Багадан. Путин, лыжи, Багадан. Винтить всегда, винтить везде. Вот она, высшая точка путинской демократии. Жулики и воры, пять минут на сборы. Жулики и воры, пять минут на сборы. Свободу собраний всегда и везде. 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 За что вы их надеялись? За часами. Протестующие покричали, ОМОН повинтил, аж три раза вспотел. Так начинался хороший летний день. Прямо по Даниилу Хармсу. А Госдума все равно примет то, что велено. Прямо по Даниилу Хармсу.